А здрасте! Всем друзья приветуленьки! Сегодня нестандартный ролик для моего канала и вообще посвящен он другой игрушке ETS 2. Но в принципе это все будет касаться и American Truck Simulator. И сегодня мы разберем вопрос, как правильно выбрать грузовик себе, какой грузовик в этой игре лучше. И я постараюсь ответить на такие вот вопросы. Потому что на самом деле последнее время иногда на стримах частенько и сам этот вопрос проскакивает, а иногда бывают вопросы, мол, почему ты едешь вот на этом, а не на этом? Потому что это лучше, чем это и так далее. Сразу же скажу, что мое мнение абсолютно субъективное, не претендует на какую-то правоту, наверное. И может быть правильнее будет сказать, как я выбираю себе грузовик. В общем-то погнали разбираться со всем этим дерьмом. Для начала, друзья, какие из... Да, кстати, я не буду рассматривать какие-то модовые грузовики, потому что обязательно найдется человек, который скажет, что КАМАЗы топ и все такое прочее. У меня здесь нет КАМАЗов. Хотя модовый один у меня Ford F-Max стоит, но я не буду брать его в расчет. Короче, представлено у нас тут получается 7 брендов. И первое, на что вы можете обратить внимание, это на бренд, конечно. Если вы являетесь большим фанатом, грубо говоря, Мерседеса, то берите Мерседес, для вас это будет самый лучший грузовик в игре. Если же особого какого-то предпочтения нету, то в принципе давайте разберем, какие параметры вообще есть у грузовичков вообще в этой игре. Давайте посетим салон с Каней какой-нибудь и посмотрим. Все грузовички здесь, разумеется, тюнингуются. И какие, в общем-то, тут есть параметры? Во-первых, крыша. Различные кабины. Это все дело влияет лишь на внешний вид, причем вы этого видеть не будете, потому что вы будете играть, скорее всего, с видом из салона. Ну, потому что 99% пользователей играют с видом из салона. Поэтому по факту вот этот параметр типа кабина, он вообще не важен. Хотя приятнее, конечно, ехать на грузовичке и знать, что он у тебя симпатичный. Да, в мультиплеере будут вас видеть, но типа какая разница? Следующим параметром идет шасси. Тут на самом деле выбирать грузовик по параметрам шасси тоже такое себе дело. Да, не на всех есть, например, 8х4. Если это вообще принципиальный, кстати, вопрос для вас. По внешнему виду вы это тоже видеть не будете. 8х4 не имеет никакого смысла с точки зрения проходимости или еще чего-то. Да, немножко маневреннее, чем 6х4. Да, чуть больше подходит для тяжелых перевозок. Вроде как. Все остальное, вот это подъемные оси, они есть абсолютно на всех грузовиках. Да, еще вроде как нету на дафике на новом. Хотя, как только они поступят в продажу именно 6х4, например, то и в игру это все дело завезут. Просто еще в реальной жизни такие продавать не начали. Далее, двигатели. Тоже интересный параметр, который влияет, по сути дела, на вашу мощность. Некоторые люди выбирают сканию или вольву, потому что у них есть 730 и 750 лошадок двигателей. И типа, значит, это топовый грузовик. На самом деле, это довольно глупый выбор. Не знаю, может быть, я просто уже старый пердун и немного занудный. Но какой прикол ездить на грузовике и не чувствовать, что ты едешь на грузовике и что-то с собой везешь. Поставив, грубо говоря, вот этот двигателься на 730 лошадей и везя какой-нибудь, я не знаю, 10-20 тонны груз, вы не будете чувствовать того, что вам тяжело ехать. У меня в гараже есть один грузовик на 750 лошадей, полностью вкачанный, но он предназначен исключительно для того, чтобы возить какие-то ивенты от 50-60-100 тонн, потому что такие массы даже ему будет тяжело. Но в целом я предпочитаю движки на лошадей 400, плюс они немного экономнее. Хотя смысла в этом тоже особого нету, но мы любим опарваться в экономию топлива. Это хотя бы какой-то челлендж при езде. Далее, друзья, трансмиссии. Абсолютно на всех грузовичках они практически одинаковые, практически. Вот на дафике нету шестиступки до сих пор, зараза. Ну ладно, на новом дафике я имею ввиду. Но я надеюсь завезут, а если не завезут, то поставим мод. Следующий мы интерьер пропустим, вернемся к нему попозже. Далее у нас раскраска идет. У всех есть много раскрасок, кто-то покупает DLC-шные раскраски. Те, кто играет на Йохохо-версии, у них, как правило, вообще все раскраски, их тут дохрена. А я их особо не покупал. Вопрос почему? Потому что ты как бы не будешь видеть свою раскраску. Может быть, модовые раскраски будут видеть те, кто играют с тобой в мультиплеере. Но тут есть одно большое но. Если у человека она не куплена, то, соответственно, он будет видеть тебя просто в обычном цвете. Ух ты ж ежик, а это модовые, кстати, это не считается. Он будет видеть тебя в обычном цвете. Поэтому повыпендриваться крутой раскраской ты все равно не сможешь. Поэтому по раскраскам, по наличии какой-нибудь особой раскраски для вашего грузовика, его выбирать тоже не стоит. Далее всякий внешний тюнинг у нас идет. Тут, в принципе, все весело. Не знаю, я уже давно перестал упарываться в это все дело. Да, внешний вид какой-то банальный, минимальный я предаю. Но последнее время я, в общем-то, с этим наигрался. И поэтому это тоже не повод выбирать себе грузовик. Например, брать себе сканию, а не и века, потому что на сканию есть тюнинг-пак, а на и века нету. И типа ты на и веку сможешь меньше всяких хрена теней повесить. Короче, это тоже не повод. А вот что для меня реально является поводом выбора грузовика, это, мать его, интерьер. Это самый главный параметр, по которому стоит выбирать грузовик. Потому что весь геймплей заключается в том, что вы едете вот здесь вот в кабине. И все, что вы наблюдаете, это дорогу, которая меняется. И весь вот этот вот салон, который не будет меняться. Может быть, еще звуки двигателей разных тоже как-то влияют. Когда не было еще движка вот этого F-MOD, у старого 105-го DAFIC'а был просто потрясающий звук, когда он долбился в отсечку. Но с новым движком F-MOD его убрали, поэтому эрекцию меня больше не вызывает. Так вот, по факту, единственный параметр, который сейчас остается у нас для выбора грузовика, это, мать его, салон. Который вы будете наблюдать весь геймплей. Поэтому, друзья, в первую очередь, я вам советую просто посмотреть, на что вам приятно будет смотреть. Да, они здесь разные у всех машинок, их можно поклацать. Разные вот эти вот приборные доски. Первое время, друзья, мне, например, когда я играл в эту игру, мне нравился интерьер именно вот этой вот Вольвы. Он вполне себе симпатичный даже на сегодняшний момент. Плюс здесь бортовой компьютер имеет, ну, такой хороший масштаб. То есть, для слабого компьютера это было прям то, что надо. То, что сейчас в современных сканьях напихано кучей информации, если у вас не стоит графончик, грубо говоря, на максимум. Плюс там 200% масштаб интерфейса или масштаб интерьера, как оно там называется. Плюс еще у некоторых разрешений на ноутбуках, например, 1366 на 768. Вы нихрена не увидите то, что там написано. А вот в Вольве, например, все прекрасно. Все прекрасно видно даже на херовом графоне. Поэтому я, например, какое-то время катался на ней, пока у меня не было нормального компьютера. Да и выглядит он, в принципе, ну, на самом деле прекрасно. В общем-то, какую мысль я хотел донести этим видосикам? Нету, друзья, в этом мире самого лучшего грузовика. Это все очень субъективно и вы выбираете только то, что вам нравится. Нельзя сказать, что DAV лучше Scania, а Scania лучше Овечки, а Овечка лучше там Рено или еще что-то такое. Особенно, если мы этот вопрос рассматриваем в рамках игры конкретной. Пишите в комментариях, какой грузовик вам нравится и считаете, прав я или не прав. Тоже пишите, если у вас есть мнение, что я не прав, аргументируйте его. Мне будет интересно. Надеюсь, эта информация кому-нибудь помогла сделать выбор и ответила на какие-нибудь вопросы. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй и всем пока-ки.